Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы здесь все собрались, и питон-сообщество не зачихает. Я хотел бы поблагодарить предыдущих докладчиков. Мне очень понравился доклад Юлии о том, как такие большие рефакторинг-проекты случаются даже в самых больших компаниях, несмотря на риски, которые очевидны для руководства. И я очень рад, что была поднята тема тестов. Я хотел бы провести небольшой опросик. Поднимите, пожалуйста, руку из вас те, кто умеет и делает ТДД. Замечательно. А кто из вас делает ТДД на продакшене, на работе каждый день? Молодцы. Тесты. Счастливые люди. Запомните этих людей. Может быть, они работают в хороших компаниях. Без ТДД, но с тестами. Хорошо, да. А тогда поднимите руки те, кто умеют писать тесты и делают это каждый день на работе. Ну, вы там умеете писать, читать. Хорошо. А кому тесты добавляют больше боли, чем счастья? В общем, я хотел бы поговорить про тесты и немножечко дисклеймеров с самого начала. Я не пытаюсь вас агитировать в нашу церковь, никакой ТДД, БДД. Я считаю, что нет серебряной пули, которая решит все вопросы. Но я хотел бы поговорить об каких-то общих базовых принципах. Зачем вообще тестирование программного обеспечения нужно нам день за днем? И почему мы это делаем? Не просто потому, что непосредственно начальник сказал, что надо писать тесты. Ну, окей, я написал тесты. И что случилось? Я потом дальше пишу больше и больше и больше тестов. Все, что я буду говорить, основывается на моем опыте и знании. Может быть, у тебя другой опыт? Давай обсудим это после того, как мы говорим. Небольшая цитата я хотел бы посвятить это все Роберту Пирсигу, который умер в этом году. И у него было интересное определение о качестве, о том, что в каждом из нас внутри уже есть понимание, что такое качественная система или качественная машина. И очень часто не надо никаких формальных метрик, достаточно этого понимания. Какие у меня ожидания касательно вас? Я считаю, что кто-то из вас знает, что такое тестирование, знает хотя бы какой-то фреймворк, пишет их день за днем и знает на своей шкуре, что лучше писать тесты с самого начала создания системы. Небольшие ссылки для дальнейшего ознакомления, кому интересно, можете посмотреть. Крайне рекомендую дядьку Боба с его видеоэпизодами про изоляцию тестов и дизайн тестов. Краткий экскурс. Зачем вообще нужны тесты? Как вы думаете? Зачем вам конкретно людям, которые делают их день за днем, это надо делать? Это как бы… Я хотел бы больше в формате диалога это проводить, потому что у меня нет глобальной какой-то мудрости, но что вам сказал ваш начальник, когда он попросил вас писать тесты? Ну, например, проверить, что это всегда не появится. Они думают, что все работает так, как они думают вчера. Говорят так, чтобы была регрессия, чтобы работает так, как работало вчера, ничего не сломалось. Хорошо. Другие какие-то идеи, концепции нет? Или, Ваня, продолжай. Они помогают, я хотел бы подумать, что я и какой-то большинство народа создался, который ты не знаешь, что… Ага. Для того, чтобы лучше какие-то интеграции создавались, будь то с UI. И это позволяет тебе немножечко свой дизайн изменить до того, как у тебя уже написан твой монолитик небольшой. Хорошо. Еще вопросы? То есть вариантики? Да. Окей, да. Ты уверен в том, что ты сделал. Ну, в общем-то, да, я буду капитанить здесь немножечко. Тесты позволяют детектить ошибки, которые вы совершаете, намного быстрее еще до того, как она была закомичена. Соответственно, ты выпускаешь качественнее продукт. Тесты позволяют легче обслуживать как раз программный продукт, потому что то, что было раньше, не сломалось. Ты можешь убедиться, прогнав просто набор тестов. Ну и дальше капитан говорит, что легче понять код, когда у тебя есть тесты к нему. Понятно, какие ожидания от системы, какие у нее крайние случаи, а где она должна бросать ошибку. Если это написано в тестах, значит, это нормальное поведение системы. Было подсказано еще интересно, если у вас огромный-огромный монолит, и вы делаете какой-то пул-реквест, и там какие-то-какие-то ченджи, и вместе с вашим пул-реквестом идет один тестик. Он показывает, что конкретно ваши изменения сделают, и какой кейс поднимается, может, какой-то баг закрывается. То есть мы сначала написали тестик, потом и сделали баг. Поэтому легче передавать идеи, особенно если вы работаете в распределенной команде, где всего лишь два часа перекрестка по часовым зонам. Ну и новый функционал разрабатывать проще. Дальше. Из того, что дополнительный экстра, про который очень часто забывают. Если на проекте есть тесты, то уверенность в программном продукте передается всем участникам проекта. Имеется в виду и разработчикам, и тестировщикам, и стейкхолдерам, и так далее. Если разработчики сказали, мы сделаем эту фичу за месяц, значит, они сделают ее за месяц, ну, может быть, за полтора, не за четыре, не за пять, потому что предыдущие вещи не сломаются, не потребуется дополнительное время, разработчик не уйдет больной с нервным припадком из-за того, что у него не удалось справиться с потоком багов. Ну и возникает свобода выбора в том, какую следующую технологию мы будем использовать, какой следующий глобальный рефакторинг мы сделаем, потому что наше, извините за выражение, попа прикрыто тестами. Дальше. Немножко определений, поскольку многие люди понимают одни и те же определения по-разному. Если вы все понимаете их одинаково, мы же можем пролистать вперед, и поэтому это будет быстренько. Что такое автотест по-русски? Это автотест. Короче, в моем определении, что я буду говорить дальше на протяжении еще каких-то минут, автотест – это то, что требует одно простое действие человека. Я набрал команду runtest.sh, запустил все, это автотест. Какие-то там параметры и так далее я не хочу набирать. Что такое юнитест? Тест – это изолированная часть системы, проверяется на ее корректность. Достаточно академическая штука, но я часто вижу, что есть разночтение в этих терминах. Интеграционный тест – это когда две части, две подсистемы работают, и проверяется корректность их работы, и результирующие какие-то действия происходят все правильно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тестовый стенд, то, что я называю, это набор твоих собственных программ, которые ты, как разработчик, сделал для себя и для своих коллег, чтобы облегчить работу при создании тестов. Что такое хороший тест? Это не мое определение. Я взял его из книжки, которая была в референсах. Есть мнение, я его разделяю, что хороший тест состоит из трех аспектов. Если хотя бы один из этих трех аспектов не соблюдается, то целность всего теста пропадает. Это тест должен быть надежен, тест должен быть гибок и легкообслуживаем, и тест должен быть читаемый. Сейчас приведем примерчики, как из этого происходит. Ну да, что такое? Если вы знаете, что ваши тесты каждую вторую неделю начинают падать, или во время полной луны, когда какой-нибудь DevOps запустил скрипт, они тоже что-то делают, значит вы теряете доверие к своим тестам, и никто не будет смотреть на них, это не будет показателем. У нас упали вообще, говорят, 4 теста, но они периодически падают, а все равно катимся в релиз, а дальше начинаем раздавать деньги на продакшене или еще что-нибудь. Если тесты для инженера, простого, сидящего за столом, в 10 раз, ну или в 4 раза больше времени занимает изменить все-все-все тесты, в то время, когда он сделал однострочные изменения в продакшене, то тесты сложны для обслуживания, и никто не будет заниматься тем, что поддерживать их в актуальном состоянии и более того, зеленую сборку держать. Ну и да, если тяжело отладить, почему же этот дорогой, любимый тест упал, хотя я вроде ничего такого не делал, он вообще с другой части системы сделан, то никто не будет заботиться об этом самом зеленом билде. Но хватит бла-бла-бла, давайте ближе к коду. Имя. Это первое, что видит разработчик, когда тест падает. Моя маленькая рекомендация, сделайте так, чтобы из-за этого имени было понятно хотя бы что упало. Плохие имена. Тест-тест. Что это говорит? Ни о чем. Тест-фубер-фейлд. Окей. Как бы, хотя он тестовая функция, куки-нейм. Есть хорошая рекомендация, просто помещать 3 вещи в имя теста. Что тестируется, по какому сценарию, какой ожидаемый результат. Это просто, вы можете запомнить 3 вещи. Сообщитесь своим коллегам и сами где-то запомните, что тестирую, какую функцию, какой сценарий, какой результат. Это делает тесты коротенькими, маленькими. Вы больше будете тратить процессорного времени меньше своего для отладочки. И когда он упадет, вы сразу видите, а, так потому что не залогиненный пользователь. Да, сейчас я тут еще поправлю. Это экономит ваше собственное процессорное время на разборку того, почему этот тест упал. Потому что имя теста это первое, что вы увидите. Когда не так ясно, какие шаги. Что здесь замокано? 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Никто не ответил. Что здесь замокано? Что в этом тесте замокано? Что? Пост-реквест. Замокан. Но не так сразу видно, где этот пост-реквест замокан и как это все сделано, поскольку тест смешан. Не кажется ли вам, что так намного проще и красивше? Простая практика разделять три ясных шага в тестировании. Подготовку, какое-то осмысленное действие и проверку. Я для этого использую вертикальные отступы, что значит просто пустую линию. Вот в этой строчке результат равно авторайз. Происходит вся работа. Все, что ниже, это, наверное, проверка. Все, что выше, это, наверное, подготовка и так далее. Ай, какое красивое имя теста. Вообще, молодцы. Магия. Sometimes. Ну, вы же знаете, что такое магические константы, что их не стоит использовать, но я, работая в разных компаниях, постоянно вижу, что мы используем 500, 1000. Почему? Да не важно почему. Это же тесты там, ну, как бы плевать. Мы просто пишем любую константу. Но что хотел сказать автор. Вот здесь, в частности, похоже, что 3.141529 это число пи, наверное. Но не совсем число пи. Число пи намного длиннее. И почему это строчечкой должна быть вообще? То есть, тест такого толка задает больше вопросов, чем ответов. Кстати, если у кого есть… Еще и кавычки разные. Еще и кавычки разные, да? Это… Что сделал со мной презенташечка? Можете посмотреть прикольный тестик из Backbone.js. Там очень много магии. Я к тому, что это выльется во время инженера, который будет отлаживать этот тест. Молите Господа, чтобы это были не вы. Потому что инженеры имеют свойство забывать все через полгода. Меньше магии. Я… Самый простой способ. Давайте введем вспомогательные переменные, где UID — это единица, минус единица — это плохой UID, а волшебный код возврата — 42. И я тестирую функцию. Я ожидаю, что результат ее вывода будет какой-то ожидаемый код. Если бы я оставил просто, сразу же первое, а почему наша функция возвращает 42? Ну, потому что это 42. А что такое 42? Это ответ на любые вопросы. Но в данном случае это error code. И я хотел бы это знание иметь в тесте, чтобы будущие поколения могли как-то сориентироваться. Практика по clean code, про уничтожение мертвого кода и уменьшение шума информационного, который вы видите, читая код, который написали либо вы два года назад, либо как кто-то из ваших друзей, товарищей. Вот что делает закомментированный assert? Зачем он здесь находится? Значит ли это, что функция должна в какое-то время начать возвращать еще и 43? Или значит ли это, что я сейчас должен это раскомментить или убрать? Насколько очевидные вещи я говорю по шкале от 1 до 5? Ну, вы же понимаете, что мертвый код лучше удалять. В следующий раз, когда вы увидите что-то такое, просто даже не задавайте вопрос, а можно мы удалим вот это, там в pull request будем заводить комменты и так далее. Нет, мы просто удаляем, потому что это мусор. И небольшой summary. Считается, что хорошо иметь чистое имя, ясное имя для теста. Что дано, как это было подготовлено, что сделано и какое ожидание, какой ожидаемый результат. И часто я слышу такой аргумент из-за разряда, не, не, мы не будем делать такое длинное имя, потому что это же 50-60 символов. Позвольте, если строчка меньше 100, 110, это нормально, она помещается в экран, да? Ну, там длинно, некрасиво. Ну, вы можете перенести параметры на другие строки, да? Питон вообще очень гибкий. Нет, нет, некрасиво. Это означает, что кто-то хочет сэкономить на вашем процессорном времени, на голове. Сопротивляйтесь этому. Ясные шаги, поменьше магии. Избегайте от broken windows. Есть такая концепция о том, что представляете, что кто-нибудь слышал когда-нибудь о broken windows? Википедию почитайте. К тому, что плохой код имеет тоже тенденцию размножаться. Если no one gives a shit about tests, то и никто не будет доверять тестам, они будут загнивать. Я считаю, что да, тестовый код – это такой же код, как и production. В частности, я трачу в лучшем случае столько же времени на написание тестов, сколько и на production код. Иногда я трачу даже больше времени на тестов. Значит ли это, что я должен больше любви отдавать коду тестов? Наверное, да. А вы как думаете? Давай обсудим это после разговора. Давай обсудим это после разговора. Очень интересный вопрос. У меня есть на эту тему доводы, но я не хочу холиварить. Хорошо быть ленивым разработчиком. Я написал функции, которые делают проверки большие и сложные. И я написал функции, которые делают сетапы тоже какие-то большие и сложные. Такая тест нам намного проще и удобнее обслуживать. Этот тест является не атомарным, поскольку он проверяет не только результат работы этой функции, ее результат, чтобы просто тело запроса составилось правильно, а он еще идет там в базу, куда-то смотрит. Это вообще про separation of concerns. Лучше создать два теста, ну или хотя бы ограничить знания в тесте каким-то одним аспектом работы. Много ассершенов. Ну, есть религиозные почти убеждения иногда, что должна быть только одна операция ассерт. В данном случае проверяется два разных подхода. Один магический. Ну, сама функция имеет две логические ветки, поэтому нужно две теста, два теста. Но здесь тест содержит оба подхода. Если первый ассерт провалится, как вы узнаете, что второй тоже провалился, вы увидите часть картины, вы не знаете, как на самом деле ведет себя система. Разнесите это просто на две проверки. Одна тестовая функция очень дешевая для запуска. И в дальнейшем вы увидите, что, ага, это упало, а это прошло. Видимо, просто в волшебной веточке кода возникла ошибка. Summary. Не сохраняйте состояние, никакого кэша и общих вещей в базе данных. Мы тут создадим проект, положим его в базу данных, и он там будет один на всю сессию, потому что проект создавать дорого. Сегодня буквально я занимался тем, что писал тест, который получает грязный проект, потому что предыдущие тесты насоздавали какие-то сущности, и я должен либо чистить базу, либо с этим бороться, либо изменять. Стандартный антипаттерн, когда в одном тесте вызывается другой тест или даже несколько тестов. Есть отдельное понимание про сценарии, многоходовочки такие, функциональные тесты, но это я сейчас хочу оставить за скобочками. Есть параметризованные тесты, тогда сделайте их просто параметризованные. Не надо делать вызовы, это лишь запутывает. Многие считают, что mock – это вообще универсальный инструмент, но знайте свой инструмент, вы легко можете отстрелить ногу себе и соседу, особенно если вы используете какие-нибудь глобальные переменные, которые были проинициализированы во время импорта, и чехарда начинается. Делайте хелперы и используйте атомарненькие тесточки. Когда мы видим вот такой тест, вопрос, почему этот тест ненадежный? Что этот тест проверяет? Ну да, я разработчик, я очень ленивый, я написал функцию, потом я скопировал эту строчку, вставил ее в тест. Тест есть, покрытие 100%. Почему этот тест ненадежный? Почему этот тест ненадежный? Там был ответ уже правильный. Да, потому что я фактически не проверяю, но подождите, я умный разработчик, я знаю, что есть рандом, я нафигариваю рандома, и теперь у меня проверяется, стал ли этот тест надежным. Нет, поскольку принципиально ничего не изменилось. У меня продублирована логика функции в функции теста, да. И когда говорится про логику в тестах, имеется в виду вот это. Яркие примеры for-ы, if-ы, упаси господи, while-ы. Приятно работать с такой образованной аудиторией, вы все понимаете. Вы знаете, что такое тестирование по модели blackbox черного ящика, да? Это когда у вас есть какой-то эталонный вход и эталонный выход, и система должна прогонять одно в другое. Это очень часто проще и сокращает размер кода. Здесь у меня, в частности, происходит проверка, что телефон попадает под какую-то регулярочку и идет отправка еще в удаленный сервис, на всякий случай, чтобы он проверил, не занят ли этот телефон каким-то другим пользователем. И мне нужно только засетапить и сделать проверочку. И против этого проверка по белому ящику, когда я привожу здесь такую аналогию, некорректную, извините меня, любители животных и так далее. Но как проверить, что кошка работает правильно по технологии белого ящика? Нужно вскрыть кошку, посмотреть на ее внутренние органы, работает ли кровоснабжение, питание и так далее. И у вас уже есть неработающая кошка. Все, вам нужно новое. Очень часто я вижу, когда проверяются такие вещи, вплоть до того, с какими аргументами был вызван логер. У некоторых людей есть представление, что это нужно, это правильно и хорошо. Я готов это обсудить попозже. Очень часто хорошим доводом становится, у нас все, тест покрыт все, у нас работает. Почему этот тест ненадежный? Он покрыт 100%. Да, ну, этот тест никогда не упадет вообще. И функцию надо тестировать, наверное, немножко иначе. Ну, и там ожидаемое значение какое-то, проверять это и так далее. Но, тем не менее, я часто вижу, что функция делает запрос, если она просто не вызвала exception, it's fine, it's fine, fine, fine. Избегайте, пожалуйста, такого, это сократит вам время, сэкономит. Все-таки заканчивая, что такое надежный тест, которому можно доверять и который спасет твой день, потому что не надо будет засиживаться на работе до ночи, а можно будет сделать функцию, прогнать тест и успокоиться. Лучше писать новые тесты, кроме тех случаев, когда вы меняете сигнатуру функции или еще что-нибудь, вам придется изменить все места использования. Но если вы добавляете какой-то новый функционал, сделайте новые тесты. Не надо в старые, уже существующие, добавлять еще один шаг, потому что у вас там, конечно, будут сильные сценарии, очень интересные для потомков. Лучше избавляться от хрупких тестов. Это такие, которые падают, как только изменилась какая-нибудь настройка, конфигурация. Вот мы тут буфер подняли на вместо 512, сделали 1024 там у нас буфер и у нас повалилось через один. Почему? Потому что мы захардкодили константочку. Это хрупкий тест, от этого лучше избавляться. Хорошая практика, когда люди разделяют юнит-тесты от интеграционных, поскольку в таком случае можно прогнать набор просто юнит-тестов и быть уверенным, что ничего критичного я не сломал, погнали дальше, еще что-нибудь рефакторить. А интеграционные, как правило, занимают намного больше времени на сетап, на подготовку. Небольшое усилие по разметке тестовых функций на разные группы может сэкономить вам времечко. Часто спрашивают, какие значения в тестах следует проверять. Вот у меня есть интеджер, короче, поле ввода, и я загоню туда и отрицательные, и нулевые, и положительные, и супер большие лонг, хотя этот интеджер вообще, говорю, должен номер месяца указывать. То есть это оверкил. И то, что ты тут рассказываешь, все фигня, это не солесообразно. Ну, понятно, лучше тестировать те значения, которые реальны. Но мне очень понравилась такая идея, что лучше значит тестировать просто пять случаев. Пять случаев. Ноль, один, немножко, много и упс. Это упс. Это упс. Это упс или какой-нибудь ошибочный ввод. Это всегда нужно. Ну, лучше проверять. Потому что рано или поздно это выстрелит. Интересно, кому в ногу. Избегайте логики. Применяйте черный и белый ящик. Белый ящик стоит предпринимать, если у вас только действительно очень серьезная система, к которой вы не верите. И поэтому вам надо проверять все ее кишки. И доверяйте покрытию только если вы доверяете всем своим тестам. На этом спасибо большое. Слышите. Сразу показал сайт Майкборд, который использовал в примерах. Или тесты, или пай-тесты. Ну, скажем так, какая разница. В последнее время я использую пай-тесты. Просто пай-тесты я увидел в библиотеке под методом под тестом и его решение. Потом, когда выставляете после ослышанных. Пай-тест позволяет все выносить в этот отдел. Фиксуры, да, я понимаю, понимаю. Ну, сейчас, мне здесь нужно на презентации показать все, что происходит, поэтому я не буду чем-то пользоваться. Простые юнит-тесты, встроенные в стандарт библиотеку питона, это простая функция, которая что-то делает. Спасибо. Следующий. Второй вопрос. Хорошо, не больше двух вопросов. Давайте. Используешь какую-нибудь, ну, вообще в интере у вас практика используется инцидуал, типа доктора Магранта, с автоподнятием, по тестам, там, всех необходимых кишочков для всех тестов, допустим, инфляционных. Так что поднялась, то есть тебе маска сразу там на ТС, поднялась на ТПИ. Да, в данный момент на проекте, на котором я работаю, насколько я знаю, поднимаются вплоть до Hadoop-кластера, на котором запускается набор таких серьезных тестов, которые могут занять много времени, поэтому лучше убедиться, что в твоем pull-request все остальное проходит окей. Спасибо. Пожалуйста. Кто скажет как про? Здравый смысл, конечно же. Второй вопрос. Худкость, скорость? Сейчас, сейчас я расскажу прохладную историю. В моей, в моей карьере был проект, десятки строк кода, хотя кто меряет строками кода, только не веже. У нас было буквально овер 9 тысяч тестов, они проходили за 150 секунд. Благодаря тому, что проект изначально писался с четким пониманием, что мы будем тестировать весь функционал, который мы пишем. И поэтому это позволило в том числе улучшить дизайн системы, и сделать модули отчуждаемыми и проверять только их интеграцию. И большая часть проходила просто в памяти без единого ИО. То есть нам не нужно проверять какой-нибудь Postgres. Мы проверяем наш уровень абстракции над Postgres. В Postgres ушли правильные запросы, все, мы уверены. Не надо проверять Postgres, вдруг Postgres запишет в базу что-то не то, если мы отправили в него такой запрос. Нет, он очень надежный. И благодаря тому, что больше тестов становится уровня юнит-тестов, вся система тестируется намного быстрее. Как эффективно будет абстракироваться от базы данных, потому что значит, это безусловие завязанное базы данных. тут в основном или безумие переливали. Продолжай. Я тут просто потому, что там тут записал там врачом и какая-то может быть какая-то тунца есть какое-то готовое решение. Нет, не слышу про такое. Из моего опыта мы можем обсудить еще подробнее чуть-чуть попозже. Тебе, наверное, не всегда важно, если ты сильно полагаешься на какой-то селект, который написали ваши разработчики, который делает специальную группировку, выборку или использует хранимую процедуру и ты хотел бы увидеть, что в результате этого селекта у тебя приходят какие-то определенные данные, то ты завязался на базу данных и никуда не деться, придется это тестировать. Если ты можешь... Кто считает, что питон вообще говоря медленный? Стас, убери руку. На чем бы ты хотел писать лучше? Я считаю, что питон совершенно подходит для большинства задач. Я встречался в своей жизни с нулем задач, на которых питон недостаточно быстрый. Может быть, я избалованный засранец. Не знаю. Наверное. Но благодаря тому, что можно создавать уровни абстракции, можно проверять эти уровни абстракции. Там был совет, тестируйте уровни абстракции отдельно, но для этого у вас должны быть уровни абстракции. Вы не должны в одной функции и принимать хттп-заголовки проверять и идти в базу, наверное. Мы можем... Второй вопрос. Первый вопрос. Как можно сказать? Медикум прошел. Как это были? Их конкуренция осведомились? То есть ты будешь... Да, прекрасно понимать. Спасибо. Прекрасный вопрос. Регулярно об этом читаю и слышу. Мой опыт, мой исключительно опыт показывает, что по первости возникают непоняточки. Что ты тут за написал? Ассерт окей и так далее. Но если команда постоянная, если на проекты небольшая текучка, да, то в течение трех месяцов все буквально знают, все хелперы уверенно ими пользуются, пишут свои. Для этого, более того, есть прекрасные механизмы, например, так называемые матчеры, в библиотеках Amcrest, которая была спортирована с… Мы можем обсудить подробнее. Это очень гибкий и достаточно readable механизм для написания своих собственных хелперов проверок. против… Не понял вопрос еще раз. На моем опыте. что новые люди приходят и за них выучивают все характеры, они понимают сколько именов приходится в голове держать функций, дополучие функций. вообще… Я не считаю, что это корректно. Вообще функций тестовых не более 20. Тебе не надо 50-ых всяких разных. Тебе нужны простые с ясными именами, которые принимают какой-то один объект в определенном формате. Мой опыт, извини, если я это самое… Мой опыт показывает, что не надо множество хелперов, среди которых человек будет пугаться, там, выделять отдельные еще функции, выносить и так далее. Достаточно простые функции с ясными именами. Assert Error, Assert Okay, не знаю, Assert Unaauthorized User, whatever. Спасибо тебе. Два опроса. за доклад. Очень хорошие краткие жады деклар про тесты. Спасибо у вас. Есть если вам в команду приходит новый разработчик уровня, скажем, Junior, как приходит передача знаний именно написания теста? То есть процесс подремь именно какой-то у вас есть? Я верю, что лучше всего ты говоришь про обучение на работе лучше всего это обучение делается, когда вы садитесь рядышком или включаете какой-нибудь hangout и вдвоем начинаете ревью его кода. Не просто перекидываться комментариями в pull request туда-сюда, я считаю это правильно, нет, я считаю это правильно, и у кого там больше мана и авторитета. А из-за разряда вдвоем сесть и смотри, вот видишь, я как человек, который читает, вижу, что ты здесь хочешь проверить эту функцию, но мне непонятно, почему ты используешь вот это значение 42, что ты здесь хотел сказать? Я хотел сказать то-то, то-то, а, давай тогда переименуем эту функцию там, error code. Живое человеческое общение это самое лучшее и самое теплое. Я ответил на твой вопрос? Да, да, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Благодарю за доклад. Такой маленький кейс как раз говорилось про хрупкость, не пишите хрупкие тесты и не пишите не читаем. Ну, более того, кто-то их все равно написал, но когда вы их видите, делайте их как-то понадежнее, извини. Хорошо. Представим, что у нас есть некий метод, который мы хотим протестировать. Он формирует некую длинную строчку, очень длинную строчку. Внутри есть какая-то условная логика, и в то-то, то-то строчка должна быть такая, и в то-то, то-то строчка должна быть такая. Мы не будем дублировать его логику, она там такая же как в примере была буквально. Строка длинная, мы тоже в тест не хотим бахать. Вот что делать? Мы можем посмотреть на этот кусочек кода наедине? Я думаю, здесь, ну, из того, что мне прямо в голову приходит сверху, давайте распилим этот метод на несколько. Мы разные ветки выделим в отдельные функции и будем тестировать эти разные функции. Anyway, не принижая ценности последнего запроса, кто еще не спит, кто хочет там lightning talk и послушать, если не против никто, давайте на этом закруглимся. Спасибо вам большое за вопросы и за ваше внимание. Мы сейчас с товарищем посмотрим протесты. и за ваше внимание. Спасибо. 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 Спасибо.